Мавзолей Наджимеддина Кубры, Туркмэнния, мавзолей основателя ордена Дервиши Кубравии, Шейфхана Джимеддина, расположенный в Куни-Юргенче, в архитектурном заповеднике Куни-Юргенч. История мавзолея уникальное архитектурное сооружение, построенное примерно в 12-13 веках, является главным памятником мемориального комплекса 360, также в народе имеет название Сикабир Мазары, что дословно означает «могила великого шейха». Это надгробие, установленное, по преданию, над могилой великого шейха суфизма Наджимеддина Кубра, 1145-1221 год ГГ, основавшего в Гургандже Ханаку и суфийское братство Кубравии. Наджимеддина называли Кубра, то есть великий из великих, близкий к Богу, друг Всевышнего, поэтому мусульмане считают это здание священным. Поэтому до сих пор это место привлекает массу религиозных паломников. Мавзолей сохранился и до нас, дошел почти в целости. Исторические свидетельства говорят о славном падении суфийского шейха Наджимеддина Кубры. В ней говорится, что Хорезм Шах Мухаммед II по ложному доносу отдал приказ казнить одного из лучших учеников Кубры, после чего святой Кубра сильно разгневался и наслал страшное проклятие на Хорезм. Проклятие вскоре сбылось. Когда-то мощное и непобедимое государство за считанные месяцы пало в результате нашествия монголов. Сам Кубра и его 360 учеников вышли защищать город от захватчиков, которые погибли в нервном бою. Этот бой был последним подвигом Наджимеддина во славу Ислама. Монгольский воин снес мечом голову великому святому. На месте патриотического подвига и было основано кладбище мученика, где ныне высится Мавзолей Наджимеддина Кубры. Архитектурные особенности Мавзолея Мавзолей включает в себя четыре просторных купольных помещения, оканчивающихся куполами, двух одинаковых комнат для собраний и вестибюля, а также Гурхану, в котором находится надгробие, Кенатав – это именно то место, куда упало сраженное врагами монголами тело Наджимеддина, памятный обелиск, указывающий местоположение отрубленной головы шейха. К сожалению, во время обрушения купола Мавзолея обе плиты очень повреждены. Надгробие было покрыто цветными глазурованными плитками с богатым цветочно-растительными орнаментами и каллиграфической вязью. В середине XX века купол Мавзолея обрушился, в результате чего пострадали все внутренние убранства, в том числе и надгробие с обелиском, которые теперь ждут своей реставрации. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.